На этом предприятии выпекают тысячи куличей, чтобы каждый желающий мог украсить им свой пасхальный стол. Здесь начали работу еще со среды. На работу вышли в полном составе. Вышли даже те, у кого сегодня выходные. Секретов приготовления, как говорят профессионалы, нет. Ингредиенты самые обычные. Мука, маргарин, яйцо и, конечно, изюм. Главное – вложить в выпечку душу. Тогда она получится пышной и вкусной. Когда что-то делаешь без души, оно и не так получается. А здесь тем более живое тесто. Такой веселый праздник. Весело. Даже три сутки можем работать, но не уставая. Это не просто слова, это действительно так. Праздничное настроение – главное в таком деле, убеждены мастерицы. Они с любовью украшают горячие куличи разноцветной посыпкой, кремом выводят начальные буквы пасхального приветствия – Христос воскрес. Творческий подход ко всему этому делу. И даже цвета подбираем. Цвет Пасхи красный, как мы все знаем. Желтый у нас ассоциируется с солнышком, зеленый – весна. Вот голубые, вот эти сахара мы заказали, как небеса, чтобы чистое, ясное солнце. В общем, сами себя радуем таким образом. Не имеет значения, каких размеров кулич куплен в магазине или испечен вами самостоятельно. Самый главный христианский праздник – его необходимо осветить. Каждую субботу перед Пасхой мы освящаем куличи, Пасхи. Это другую снять пасхальную, которую люди поставят на свое праздничество. Поэтому в три часа мы ждем вас здесь, приходите. Второй раз снять будут освящать после Божественной Литургии ночи. То есть ночью, когда Литургия закончится, мы тоже еще один раз будем освящать пасхальную снять. Кто не успел приехать в три часа в субботу, может приехать уже в ночь в субботу на воскресенье и после службы священник будет освящать. Кулич на все времена останется самым вкусным и любимым атрибутом пасхального стола. Но главная радость – от ожидания великого праздника – светлого Христового Воскресения. Марина Крутихина, Михаил Сенаторов, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край».